Начало этого ролика, дорогой друг, ленись, поставь большой пальчик вверх под этим видео, если ты лайк под этим видео не поставишь, появится херобрин в твоей квартире, сожрет все вкусняшки и исчезнет в неизвестном направлении. Так что ставим лайки, пока еда не пропала. Большое спасибо всем, кто лайки ставит, потому что это помогает в продвижении канала. Окей, теперь, собственно, что мы делаем, если мы хотим скрафтить эту штуку? Внимательно подпис... Так, первым делом нам нужно, конечно же, докопаться данные подземного мира. Для этого есть два пути. Первый, копаем вниз, пока не докопаемся до этого места. Для тех, кому лениво, используем маги... Как она называется? Демоническую ракушку. Дуем в эту демоническую ракушку и телепортируемся прямо в центр подземного мира. Понятно? Понятно. Здесь летаем, исследуем окрестности, убиваем разных демонов, которые тут шаствуют в изобилии. Изредка из этих демонов попадает кукла Вудо, гида. Вот она, вот она, вот она кукла, осторожно. Хорошо. Если... Теперь важный момент. Открываем наш инвентарь и нажимаем на... Вот она, кукла Вудо гида называется. Запомню, запомню. Открываем инвентарь, нажимаем на кнопку домика под мини-карты справа. Здесь список всех NPC, которые находятся в живые, находятся на поверхности в своих домиках. Теперь. В этом списке надо найти гида. Если гид в этом списке есть, все хорошо, он живой не кашляет. Если гида в этом списке нет, он значит умер. Ваша цель дождаться, пока он заиспавнится, появится в этом списке снова. Занимает несколько игровых дней, это несколько десятков минут обычно. После этого берем куклу Вудо гида и бросаем через Q. Нажимаем кнопочку Q, бросаем его в лаву. Но бросать лаву нужно именно в подземном мире. Заспавнится босс, стена плоти. Замечательно. Вы превратили мир в хард мод. После этого открывается множество интересных перков, о которых мы сегодня поговорим. Понятно? Понятно. После этого отправляемся непосредственно в вот такой радужный биом. Называется райский биом. Здесь нам нужно... Важный момент. Он появляется только после убийства стены плоти. И обычно появляется он в районе либо пустыни, либо леса. Важный момент. Здесь испавнится новый набор монстров. Вам нужно взять с собой либо GPS-навигатор, либо другой аксессуар, по которому показывают глубину. Вам нужно добраться до уровня пещер. То есть смотри, на поверхности находится поверхность, ниже поверхности подземка. Ниже подземки находится уровень пещер. Уровень пещер это где-то 600-700 блоков под поверхностью. Понятно? Понятно. Прекрасно. Я сейчас опускаюсь. И, кстати, мой GPS-навигатор показывает, что я сейчас нахожусь в подземке. Вот. Уровень пещер. Наконец-то. Здесь убиваем ранственных монстров местных. Из них из-за этого попадает так называемая души света, которые висят в розовом цветном, видишь, в воздухе. Давай-давай-давай-давай. Что ж такое-то? Где мои души света? Верните. Нам нужно собрать три таких штуки. Всего-навсего. Даже не 10 и не 19, как у меня. Три штуки. После этого отправляемся на поверхность. Находим испорченный или багрянцевый биом. У нас испорченный биом канает. Отправляемся туда. Я использую систему телепортов, поэтому это быстренько. Как работают биомные телепорты, я показывал в одном из прошлых видео. Это отдельная долгая история. Это довольно интересно. Так. У меня есть дырка. Здесь та же самая история. Опускаемся на уровень пещер, но уже в испорченном или багрянцевом биоме. Понятно? Понятно. Падаем вниз до уровня пещер. И убиваем здесь монстров. Нет, это все подземка, 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 подземка. Вот, пещеры. Здесь тусуемся, убиваем разных монстров. Из них должны выпадать души ночи. Нам нужно собрать три души ночи. Соответственно. Понятно? Окей. Дальше. Нам нужно 10 слитков свинца или железа. Еще раз добыть. Как делать эти слитки я рассказывал в одном из прошлых видео. Это отдельная история. И... Где же это? Проверяемся в данжик. Который выглядит вот так. Всегда есть данж в любом биоме. Одна штука в любом мире. Здесь находим старика. Со стариком надо поговорить ночью. Ну, предварительно подготовившись к битве с боссом, понятное дело. Летающим. Правая кнопка мышки клацаем. Нажимая кнопочку проклятия. Мы активируем босса. После убийства этого босса можно исследовать данж. Здесь вам нужно опуститься в подземку и убивать следующих монстров. Секундочку. Да где же это? Ё-моё. Летающая чайпушка. Не это. Вот такая чайпушка вам надо убивать. Которая светится и мигает. Встречается на уровне пещер в данжах. Искать не буду очень долго. Второй вариант. Где же это такое? Где ты? Вот. Скелет. Вот такой. И скелет. Вот такой. С этих всех скелетов выпадают так называемые кости. Они так и называются. Кость. Вон. Вам нужно собрать 30 костей с этих скелетонов. Все эти варианты скелетонов живут в данжах, в хард-моде, ниже уровня пещер приблизительно. Побегать придется. Поискать. Ну что вы хотите. Итак. 30. Значит по 10 слитков. 30 костей. 3 собственно говоря. 3 души света. 3 души ночи. Также мифриловая и леарихолмовая наковальня. После этого ставим одну из наковален. И начинаем крафтить. Та-та-ра-та-та. Где механический чейп. Понятно? Понятно. В описании под видео вы найдете кучу историй о том, как скрафтить другие призывалки боссов. Так что это у нас скелетон прайм. Чтобы воспользоваться, кстати, чейпом, дожидайтесь ночи. И на поверхности любого биома левой кнопкой мышки клацаем в воздухе с помощью механического чейпа. И у вас все получается. Так. Теперь. Непосредственно. В описании под видео. Назовите замечательный магазин аккаунтов и ключей GeronShop.ru, в котором можно купить дешево-дешевые стимовские игры. И Майнкрафт. И так далее. Все ссылки в описании жду вас там. Не обязательно, обязательно подписывайтесь на наш ВК, Телеграм, Инстаграм, ТикТок и Твиттеры. Потому что Ютуб могут забанить.